Скрёб-скрёб, топ-топ, скребись. Ну, Ма, хоть ходишь, а то улезала. Улезала, я встать не буду. Да, в двери дойду с палочкой и крючок, а лезу, у меня колокольчик. Ну да, у тебя с колокольчиком не... Что ты там, сука, если? Мне ничего не треба. Вот так, почукать. А, погладить? Я думала, ты мне что-то сейчас отдавать начнёшь. Да ну, я так недовольна, что ты тратишься на нас. Ну что ж ты недовольна, она. Не такие великие вросы. Так, чуть-чуть. Так, ты наверно садись, не стой тут над гладильной доской. Я должна гладить, я должна раскладываться. Встала над доской и держит. Садись. Нигде места нет. Да, гоняют тебя, бедную. Даже не верится, что война. Мам, мне тоже не верится, никому не верится. Вообще никому. Не осознаётся это, что никак. Да. Эти предатели будут, и партизаны. Да все будут, люди разные. Всякие будут, всё будет. Да. Быстрее всё закончилось и всё, хватит. Вот так мне было рубежно, интересно посмотреть. Он едет, ну, на машине, да. И я уже знаю, что дальше должно быть. Ну, я-то помню, где-то, где какой-то дом. Знаешь, как будто мне на дорубежной во сне снится. И как будто я сон свой смотрю. Вот мне вот то, что он едет, и мне это снится во сне иногда, что я там по городу иду где-то. Вот. И прям едет, проехал мимо ласты. А, ехал, где, это, катеря жила, да? По одной дороге, вот к ласточке. Там, где вот этот рынок был, он сейчас там крытый. Проезжает и остановился на светоходе на перекрёстке. И думаю, куда ты сейчас повернёшь? Или к бабушкиному дому, или направо туда, в другую сторону. Думаю, хоть бы к бабушкиному дому. И он поворачивает и прям по Кирову туда-туда поехал. Через площадь, потом прямо к рынку, повернул возле рынка. Вообще. Это папин тревожный чемоданчик? Или что? Папа, убери свой... Чемоданчик твой тревожный? Чемоданчик. Я уже просила. Восемь лет стоит. Восемь лет стоит? Восемь лет стоит? Заходы еще есть. Я вот проверяю это. А, ну, как это, сроки годности, да? Да, сроки годности лекарств. Собираю все. Сроки годности лекарств. Уберу, уберу, и все равно не убираю. Ну, нет, такие сумочки в больницу надо иметь. Вот Коля забирали в больницу, и я в попыхах думаю, что где забыть и тапки, и щётку. Ну, думаешь, быстро-быстро. А так, когда всё собрано, ну мало ли чё. Да я маме списки уже на картонках делал. Ну, всё, мамулькин, твоя куча готова. Да, да. Очень много людей пели, кстати. Не только наши, вот, там, мама, папа, дядя Ваня, дядя Нина, соберутся там и праздник какой, и поют. Папа, вечерний звон, бум-бум-бум. И мама пела, и дядя Ваня, и Нина, и всё это, да. И в других квартирах пели. Ну, телевизор-то они вообще-то. А потом, когда дядю Павлика убили в Сочи, всё, мама как-то изменилась. Они же в Сочи ездили, в Цинковом гробу и перевезли в Брянскую область. А кто убил его? В Брянскую область. Так, он в КП пошёл, видно, поругался с Эльвирой, своей второй женой. Ну, видно, хвастался, что он, может, ходил в этих морских этих, он в Магадане жил. Видно, хвастался, что много зарабатывают и ещё что-нибудь. Ну, ну, что-то такое видно было. Ну, и убили там где-то у кафе. Кстати, когда я работал в Владивостоке, на спасателей, мы зашли в Магадан. Как раз зашли, а там стояла база, которая в море не ходила, перерабатывала рыбу. И он там был старший механик, а я был четвёртым на спасателей. Ну, я знал, что он там в Дневку называется. Я к нему туда. Здравствуй, дядя Паша. Надо нас так встретить. С бородой рыжей. А он с Эльвирой сидел, я помню, была зима, вишня свежая. Я говорю, да нет, я вещи не хочу. Короче, вечером мы пошли в ресторан туда. Ну, смутно помню, что там. Я помню, что вставал и... Сейчас у меня этот стул всё время падал. Напоминаю, что вставал. Потом я ему говорил, а у меня часов где было? Где-то... А, часов не было? У меня их сняли в есть. Вот. Я дядя Паша, займи там, сколько-то, 40 рублей или 30, там, часы купить. А он мне купил часы сам. Говорит, мне надо денег. Угу. Ну, я пришёл с ресторана, снял часы, положил. Утром, просыпаясь в каюте, а те часы... Смотрю, они в кружке свадьбы лежали. Оооо. Достаю, идут. Ничего себе. Это ты пришёл в темноте, насунул и к вам не туда положил, да? Да, ты пошёл в ресторану. Положил, идут. Ну, мы же в порт зашли, тут собралась там компашка в каюте. Говорю, представляете, часы какие. Вот смотрите, говорю, как-то было. Вот наливайте воды, бросил. Достал. Не идут. В там раз не получилось, да? Не идут, но я потом их открыл, продул, промыл, промыл. Прочистил, а они пошли. Ну, слава Богу. Это жалко прям. Мне уже жалко стало. Это что, не электронные, не хомические. Вода туда попала, и они пошли, и всё нормально. Вот такое было. Надо всё. А там написано, водозащищённые. Ну, такие вещи. Ну, всё равно, видишь, это такое. Советское производство. Первый раз было, второй раз всё. Но пока не пошло. Да, да, да. На публику не захотели работать. Вот я в Магадане его встретил. У меня было уже лет, наверное, сколько, 22 или 23. Абазана. Вот. А последний раз я его видел в детстве, когда мне было лет пять, лет три. Он приезжал в Азо. Где мы жили, там папа служил. Он приезжал туда. Вот. Это я помню. Он служил в военно-морском флоте. Там, вот. Бескозырка, там, термяшка, всё такое. А потом я его не видел. И только я ему писал. Ну, фотографию видел просто, да? Да. Да. Дядя Паш, пришли мне в Мичманку. Пурашку морскую. Прислава. У меня котелок 62-й. А прислал, наверное, 58-го. 57-го. Не налезло, да? А тут где-то есть фотографии, тетя Мина в нём сидит или на стуне сидит в этой пашке. А, пашки. Да. А я так... Осенью. Дождь. Дождь идёт. Темно. Пакировал темно. Вообще там фонарей не было. Одену фуражку. Дождь. Эхо как будто. Моря. Моря подождёт. В печке вряк. В фуражке хожу под дождём. Всё равно носил хоть и маленькую, да? Ну да. Натянул там, одену. Ну что... Ну никто не видел. А я сам все только видел. А сам только видел себя. Ну ночью кто-то. Видишь? Там тёмная ночь. Ну да. На Украине тёмная ночь. Теняшка у меня была. Её мама замучилась штёпать. Вся была в этих дырках. Она всё время это чёрное-белое, чёрное-белое. Всё. Теняшка. Ну не было. Нигде. Там ты чего откуда-то? Нигде. У меня теняшка есть, как на меня. Не надо. Я с вами не могу. Она в стады мне пыталась отдать кофту эту. Теняшку. Ну уж куда поеду. К кому поеду. Потом, если чё-то тебе не надо, ты складываешь. Я перешиваю и ни разу не одеваю. Если чё-то не надо, складывай сутки в том году. Сумочку складывай. Да, да, да. А я потом заберу. На руку положим дать что-то отдать. Да. Вещи. Я ещё пересмотрю свои вещи. Твои в том году. Я пораздавала всё, что отвезла туда. Нет. Всё. Людям надо. Ну естественно. Я посмотрю ещё свои вещи. Так что. Да. Вы складывайте. Ты не волнуйся. Я найду кому отдать. Если что-то не надо. Мне хочется что-то отдать. Потому что в деревне, хоть и смеются люди. Ой, да в деревне. Нет. Там всё надо. Там всё надо. Люди рады. Во-первых, даже такое, что на горло одеть. Да. Потом переодеться во что-то. И хорошие вещи надо, что куда-то на выход. Угу. Людей там много там. Короче, я на днях к вам объявлюсь. Дунька опять звонит. Я ещё не дома. Я ещё не дома. Я только собираюсь домой. Я одеваюсь уже. Давай, сейчас в магазин зайду. Потом поняла ты, да? Примерно через... Деловая колбаса. Да. Деловая колбаса по рубль двадцать. Привет. Привет. Дедушка тебе кричит. Подожди не выйдет. Чего? Подожди меня. Они выйдет. А, такие ещё не оделась даже, мама. Да. Говорят, Путину надо премию какую-то дать. Нобелевскую. Не, не Нобелевскую. Короче, какую-то ему надо премию дать. Потому что он за один день вылечил всю страну от коронавируса. В принципе, да, да. Вообще никакого разговора. Как будто его и не было. Никакого. Да. Ну это такие шутки ходят по интернету, что типа Путин всех вылечил. А вообще нету его. Вообще ни коронавируса, ни коронавируса. Вот тишина. Вообще. Как будто его и не было. Везде ходите, везде бродите, везде всё можно. Ну пока. Я подойду. Приехала домой, рыбак моется. Видно только что добрался тоже домой. И рыбы пахло даже в предбаннике. То есть в общем коридорчике. Поэтому, скорее всего, есть улов. Кстати, заходила в магазин. Что говорят? Какой там ажиотаж? Что там всё сгребают, скупают? Какая-то ерунда. У нас в Дикси тишина и покой. Карбонат купила со скидкой по 300 рублей. 299 рублей. Так он стоит почти 400. Там по-моему 399. Ну неважно. Короче, цены нормальные. Всё хорошо. Ничего не гребут. Полки полные. Чего люди болтают, панику наводят? Сама не понимаю. Ничего себе. Вот это да. Раз, два, три, четыре, пять налимов. Это на наживку, гляньте. Отрезалось. И три корюшки. А две здоровезные. Коль, а корюшку одну оставить на приманку? Жалко. Да. А эти две пожарим. Сейчас я пойму. Красота какая. Красотища просто. Коля, не зря съездили. Тык. Позвонила мастеру по поводу морозильной камеры. Хотела на завтра вызвать. Он сказал, я тут недалеко от вас. Могу приехать сегодня. Так что сейчас быстренько освобождаю холодильник. Он сказал, надо будет его двигать, чтобы он был лёгкий. Освобождаю холодильник и ждём мастера. То есть он вообще комнатная температура? Да, да. Там тепло. Но это постепенно было. Не сразу. То есть не в один день. Конечно нужно. Вопросы 6 тысяч рублей ровно. Со всей сборкой. Обратно. Ну делайте, конечно. Ну всё, мастер ушёл. Я мою закуток, где стоит холодильник. Там стоит он на полочке в углу. Кто не видел, я показываю. Надо теперь кого-то просить. Кого-то звать, чтобы сюда обратно его водрузить. Сейчас помою сзади. Тут пылище-грызище. Вот. 6 тысяч рублей стоило всё удовольствие. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Что ты делаешь? Доклад-то мой. Доклад президенту. А вот Сталину докладу мой. Холодильник починили. А это так и осталось. Рыбу я не стала жарить. Потому что, чтобы не вонять. Он не смотрел, не рыбак. Не рыбак он на полу сидел. Может нюхал-нюхал. Значит не рыбак. Да, рыбак бы унюхал сразу. Куда он? В трубке заливал? Не знаю. Коля, я не видел спиной сидел. Короче, главное бы отремонтировал. Главное... Морозить, да? Но уже холодить начал. Да, я уже попробовала. Так что всё нормально. Так что всё. Продолжаю намывать. Потом пожарю рыбку. Вот она лежит уже обесшкуренная, готовая. А Коля с ней расправился как надо. Всё буду убирать. Потому что он сказал всё вытащить с холодильника. Навали на всё. Потому что он тяжёлый. Потому что его надо двигать. И так далее. Ладно. На сегодня с вами прощаюсь. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok